Мне на днях поступило предложение, можешь сделать так, чтобы машина могла быстро ездить по холмистой местности, падать с большой высоты и при этом не переворачиваться. Итак, у нас есть холмистая неровная поверхность и багги. Если автомобиль особо никак не настраивать, то он будет ездить примерно так. Да, как видим не все гладко. Из-за неровности автомобиль часто спотыкается обрезки и подъемы, а длительные полеты далеко не всегда заканчиваются удачным приземлением на колеса. Давайте попробуем эту проблему решить. Начнем с простого. Назначим физический материал кузова автомобиля и уменьшим в нем значение фрикшн и реститушн. Это поможет автомобилю сильно не застревать при ударах с поверхностью и не отскакивать как мячик. Далее хорошо бы настроить коллизию кузова. Желательно сильно выступающие вниз части уменьшить или вовсе убрать. Также я удалю вот эти коллизии. Реальная плотность кузова в этих зонах совсем небольшая. Металлическая рама занимает 5-10% от общей массы коллизии. Остальное воздух. Добавляем бокс коллизии с включенным флагом Contribute to Mass. Это никак не повлияет на массу автомобиля. Она останется неизменной. Масса распределится между коллизиями с включенным флагом. Зато эти меры позволят улучшить управляемость автомобиля и его устойчивость благодаря уменьшению момента инерции кузова автомобиля и занижению центра массы. И последний бокс коллайдер я сделаю с вкладом в массу и расположу его в месте нахождения двигателя. Готово. Как видим, центр массы изменился. Я еще немного его откорректирую через параметр центров массов в сет. Сделаю его посередине между передней и задней осью и еще немного ниже. Чем ближе к опорной поверхности центр массы, тем устойчивее автомобиль. Такая нехитрая настройка уже значительно улучшила поведение автомобиля. Он стал более отзывчивый на рулении. И самое главное, более стабильный в воздухе и устойчивый при приземлении. То, что нам нужно. Но полностью проблему мы не устранили. Итак, наша задача состоит в том, чтобы сориентировать кузов автомобиля таким образом, чтобы после длительного полета он приземлялся на все четыре колеса. Иными словами, чтобы он ориентировался по плоскости, на которую приземляется. Было бы гораздо проще это сделать, если бы наш автомобиль был бы не физически симулируемым объектом, а кинетическим. Мы бы просто во время полета взяли два значения ротации, текущие и целевое, и сделали между ними интерполяцию. Но для физически симулируемого объекта этот трюк не работает. Нам нужно прикладывать какое-то значение крутящего момента кузова автомобиля, чтобы тот начал менять свою ротацию. Но вот вопрос, какое именно значение крутящего момента нужно приложить к телу, чтобы не только успеть повернуть тело на нужный нам угол, но и чтобы вовремя погасить угловую скорость, чтобы минимизировать погрешность. Есть ли простой и надежный способ сделать это? Да, есть. Это PID-контроллер. При общем взгляде это черный ящик, который принимает три параметра. Текущее значение, целевое значение и коэффициент. А возвращает также коэффициент. Я создал актор-компонент PID, в котором реализован алгоритм контроллера. Алгоритм известный и довольно простой. Псевдокод есть на странице Википедии. В родительском классе автомобиля я создал переменную bool.alignToSlog. При включении данного флага происходит экзекуция функции RotationAlignment. Внутри функции я вызываю метод getTerm компонента PID, передавая все необходимые параметры. Текущая ротация, целевая ротация и коэффициент контроллера, а также дельту времени. И метод возвращает мне множитель, на который я умножаю крутящий момент. И последний прикладываю к автомобилю. Я использую два контроллера отдельно, для pitch и roll вращения. Полностью алгоритм выглядит так. Я делаю трассировку лучом в нижнюю полусферу автомобиля. На основе результата трассировки выясняю, автомобиль в воздухе или нет. Если в воздухе, то получаю нормаль поверхности под автомобилем и проецирую вектор вперед и вправо на плоскость. От полученных проекций получаю целевую ротацию. Передаю текущие углы поворота и целевые в PID контроллер. И контроллер возвращает мне множитель крутящего момента, чтобы работа регулятора не была слишком навязчива, также домножая усиление вращения на множитель от высоты над поверхностью, чтобы на большой высоте автомобиль вел себя более естественно и корректировался только приближаясь к поверхности. Как видите, алгоритм справляется с возложенной на него задачей довольно успешно. Вообще, PID регулятор – очень полезная штука, которая иногда просто незаменима. Я использовала его также в влюбленде физически симулируемого самолета и вертолета. Добавлена возможность выбора метода расчета продольной силы покрышки. Выбрать можно из двух вариантов – Friction Torque и Sleep Ratio. Friction Torque основан на физическом расчете ускорения колеса, которое требуется, чтобы колесо не проскальзывало относительно поверхности. Этот метод очень надежный и работает стабильно при самых разных условиях. Его я советую использовать в большинстве случаев, особенно для тяжелого тихоходного транспорта. Как альтернатива, есть возможность выбрать широко распространенный эмпирический алгоритм Sleep Ratio. Он используется в большинстве шинных моделей и обеспечивает лучшую управляемость. Но у него есть свои недостатки. При значительной вертикальной реакции колеса и небольшой скорости движения данный алгоритм становится нестабильной и требует модификации. У меня уже есть кое-какие успехи по улучшению данного алгоритма, и возможно в будущем я буду рекомендовать его. Реализована система блокировки дифференциала. На каждой оси тип блокировки устанавливается индивидуально. Для этого в структуре Axis есть два поля – Diff Type и Lock Ratio. Для примера возьмем заднеприводный автомобиль. Настроим блокировку задней ведущей оси. Выбираем Diff Type Open. Это свободный симметричный дифференциал. Он делит крутящий момент между колесами поровну 50 на 50%. Блокировка отсутствует. Для маломощных автомобилей данная опция может быть применимой. Но смотрите, что будет, если использовать такой тип дифференциала на ведущей оси автомобиля большой мощности. Пока автомобиль едет прямо, реакции левого и правого колеса примерно равны. Но стоит нам начать поворачивать, как наружное по отношению к повороту колесо нагружается сильнее, а внутреннее наоборот разгружается. Если нажать в этот момент на газ, то разгруженное колесо просто начинает буксовать. Теперь выбираем тип локоть. Это полностью заблокированный дифференциал. Если вы посмотрите на цифры угловых скоростей, то увидите, что оба ведущих колеса все время вращаются с одинаковыми скоростями. При нажатии на газ больше крутящего момента получает то колесо, которое испытывает больше сопротивления. Данный тип можно использовать как подключаемую на время блокировку для автомобилей повышенной проходимости. И третий тип блокировки – limited slip, пожалуй, самый универсальный и часто используемый. Данный тип позволяет регулировать степень блокировки. За это отвечает параметр lock ratio. В этом 3D векторе объединены три коэффициента. Степень блокировки во время ускорения – это X-компонент вектора. Степень блокировки во время наката или торможения – это Y-компонент вектора. И усилие преднатягов в ньютон-метрах. Вот такое получилось обновление. В следующих обновлениях я планирую добавить возможность ручной корректировки автомобиля в воздухе, расширенные настройки параметров покрышек, аэродинамику и многое другое. Всем спасибо за внимание и до связи. Выражаю огромную благодарность всем, кто поддерживает меня на сервисе Patreon.